На этой неделе в Нарьинмарском небе время от времени можно увидеть парашютистов. Это в рамках плановой тренировки навыки по десантированию отрабатывают сотрудники Нарьинмарской поисково-спасательной базы Росавиации. За прыжками и спусками наблюдала и наша съемочная группа. Репортаж Алины Волучейской. От укладки зависит многое. На укладку «Беркута» именно так называется парашют, который используют авиационные спасатели, у Алексея Андреева уходит около получаса. Оно и неудивительно. На счету мужчины уже 30 прыжков. Десантирований по спусковым устройствам и того больше. В региональной поисково-спасательной базе врач-экстремалы работают уже 10 лет. Алгоритмы оказания медицинской помощи одинаковые у всех медицинских работников. Единственное, может быть, способом доставки специалиста – это десантирование с помощью парашюта, либо с пускового устройства, либо лебедки. Только и всего. Ну и работа на свежем воздухе. Еще раз обращаю внимание на меры предосторожности. Все, что вы отрабатывали с вами на предварительной подготовке, в сроком соответствует. Когда вся группа на борту, винтокрылая машина направляется к месту выброски. Первыми с высоты 800 метров прыгают авиационные спасатели, которые используют парашют с круглым куполом. Вторая группа – более опытные десантники. Они прыгают с так называемым крылом и уже с высоты полутора километров. Всем бойцам поставлена одинаковая цель – десантироваться в назначенную точку. На земле она отмечена ярким крестом. С задачей справляются все, без исключения спасатели. После приземления немного времени на сбор парашютов, и вот они уже вновь направляются к вертолету. Еще одна очень важная часть тренировки – это десантирование по спусковому устройству, которое крепится к вертолету. Такой способ спасатели обычно используют при эвакуации тяжелобольных пациентов с морских судов. На землю с высоты 20 метров бойцы спускаются с помощью сура – специальной веревки. Зачастую это единственная возможность спасти человеческую жизнь. Об этом не понаслышке знает Сергей Вакорин. На тренировке он в качестве выпускающего. А прошлой весной принимал участие в эвакуации моряка с инсультом. Акватория Баренцевого моря, эвакуация тяжелого больного с инсультом, наполовину парализованного. Я спускался, снимал с борта. Там ветер не сильный был, волнение три балла. Спустился, выполнил стандартную операцию для нас. Любой из ребят сделал бы так же. В реальных спасательных операциях условия, конечно, другие. Сильный ветер, волнение на море и даже тип морского судна может в разы усложнить задачу. Поэтому на боевых вылетах очень многое зависит от пилотов. Как говорят сами спасатели, регулярные тренировки помогают еще и отрабатывать взаимодействие с экипажами поисково-спасательных воздушных судов. Тренировки проводятся ежемесячно. Уже третий год подряд на это выделяются серьезные средства госкорпорации по организации воздушного движения. Это позволяет и экипажам Наринмарского авиаотряда, и спасателям быть ежедневно готовыми к вылетам. Кстати, и спасатели, и авиаторы Ненецкого округа хоть и негласно, но считаются лучшими специалистами на всем арктическом побережье России. В 2018 году из 11 спасательных операций в Северных морях 6 были успешно выполнены именно этими профессионалами. Алина Волчейская, Антон Водряков и Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.